Черемхово-Зима, Саянск, Свирска, район. В Доме культуры Горняк полтысячи выборщиков. Голосование за кандидата, который будет представлять партию на предстоящих губернаторских выборах. Кстати, первых за 12 лет проходит по третьей модели. Это значит, половину голосов отдают партийцы, половину – общественники. Сегодня им предложено выбрать одного из четырех кандидатов. Последних выдвинули общественные организации региона. В списке депутат Заксобрания Кузьма Алдаров, главврач областного онкодиспансера Виктория Дворниченко, уполномоченный по правам предпринимателя в регионе Алексей Москаленко и Сергей Ерощенко, который занимал должность губернатора при Ангаре последние три года. За это время возведено более 60 школ, детских садов, больниц и спортивных объектов. Столько не строилось в области уже 20 лет. Это стало возможным благодаря росту валового регионального продукта – 640 до 836 миллиардов рублей. В этом году мы уже за 900 миллиардов перейдем. А это и школы, это и дороги. Они не возникают просто так. Это вот такая методичная работа, которая позволяет динамично развиваться. Президент нас поддержал. Президент в нас поверил. И именно наша территория получила такие преференции, как НГПИ на газ. При поддержке президента НГПИ на нефть. И мы поэтому, используя эти механизмы, будем поддерживать наши промышленные предприятия. В трудные времена всегда шахтеры, шахтеры, они поддерживали власть центральной Сибири. Я надеюсь, что вы меня поддержите. Спасибо вам. Начинается процедура внутрипартийного голосования. Перед кабинками очереди в бюллетене можно отметить сразу нескольких кандидатов. Можно голосовать против всех. Люди говорят, свой выбор они сделали не только что. Было время взвесить, оценить, сравнить и принять обдуманное решение. За Ерошенко, за нашего земляка. Во-первых, он в прошлом предприниматель, имеет опыт хозяйственника, он экономист, он ученый, то есть он человек грамотный хозяйственник прежде всего. И только потом уже политик, что очень удачно сочетается. Он будет полезен и для области, и для города. Сергей Владимирович всегда рядом с нами, поддерживает, помогает. И в общем-то у меня другого кандидата, я не вижу, если внутри что. Очень много помогает для района Золоринского, очень много сделано. Ну, хотя гранты там выигрывают туда-сюда, но все равно он делает то, что он обещает. Поэтому, значит, наш Золоринский район только за его поддержку. А это уже Ангарск. В холле ДК «Нефтехимик» яблоку негде упасть. Есть всего в регионе. Участие во внутрипартийном голосовании примут более 3000 человек из 34 местных отделений. Единая Россия – единственная партия в стране, где такое предварительное внутрипартийное голосование является обязательной процедурой, закрепленной уставом. Пока в Ангарске только готовятся к голосованию, уже стали известны результаты прайм-рис Черемхова. Там с результатом в 93% победил временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Сергей Ероченко. Точно такие же мероприятия пройдут еще на трех площадках – в Иркутске, Братске и Усть-Ордынском. Результаты же станут известны на внутрипартийной конференции. Она запланирована на 9 июня. Галина Тюрнева, Николай Крупченко. Новости сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова